Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча, она называется «Высшая жертва». Один важный брахман обратился к Будде с вопросом о том, какими особенностями должна отличаться высшая жертва. И Будда рассказал историю о могущественном и счастливом царе былых времен, который после великих побед и подчинения себе половины мира вознамерился принести крупную жертву бога. Он призвал известного в те времена святого и попросил у него совета, как лучше выполнить задуманное. В ответ святой говорил царю, что сначала следует восстановить в государстве спокойствие, благосостояние и безопасность, а лишь затем приступать к жертвоприношению. При этом ни одно живое существо не должно пострадать, ни бытии, ни овцы не должны быть отданы на заклане. Слуги же царя должны совершать свои обязанности не по принуждению, не под страхом, а добровольно, по личному побуждению. Пусть совершает тогда возлияние молока, масла и меда. И таким образом царская жертва достигнет своей цели. Но есть другого рода жертвоприношение, продолжал Будда. Оно легко осуществимое и между тем высшее, благотворное, когда раздают подаяние благочестивым монахам, когда строят жилище Будде и ученикам его. И есть еще высшая жертва, когда с полным убеждением прибегает к Будде, к его учению, к его общине, когда не лишает жизни ни одно живое существо и избегает лжи и обмана. И есть еще высшая жертва, когда принимает монашеское посвящение, отрешается от всех радости, от всех страданий и погружается в священный покой. Но самая высшая жертва, какую может принести человек, самая высшая благодать, участникам которой он может сделаться, доступна ему тогда, когда он обрящет искупление и полную уверенность в том, что он никогда больше не вернется к привязанностям этого мира. Вот такая буддийская притча, она называется «Высшая жертва». Пока-пока, до свидания.